Правда? Пришло время познакомиться с играми разума. Игры разума. Приблизьтесь к экрану и посмотрите на изображение. Что вы видите? Две красные точки, проходящие друг друга насквозь. А сейчас мы просто добавим звук. Чувствуете разницу, правда? Теперь кажется, что точки отскакивают друг от друга. Это происходит из-за изменения информационного ряда, передаваемого мозгу, который, как следствие, меняет ваше восприятие. Восприятие – это то, как мы видим, ощущаем на вкус и чувствуем окружающий мир. И это все контролируется мозгом. Но в современном мире мы перегружены визуальной и звуковой информацией. Чтобы избежать перегрузки, наш мозг автоматически ее фильтрует и воспринимает только то, что действительно важно. Чтобы показать, как это работает, мы обратились за помощью к иллюзионисту Мэтью Холдсклон. Восприятие – это то, каким мы видим мир. Мы думаем, что зрение нельзя обмануть, но на самом деле мы обманываемся каждый день. Именно глаза проще всего одурачить. Фокусники часто используют пробелы восприятия и мелочи, на которые обычно они обращают внимания. Вы ничего не заметили? Восприятие – это то, каким мы видим мир. Мэтт сменил куртку на середине монолога. Если вы не заметили этого, то вас можно отнести к большинству. Ваш мозг сыграл с вами шутку под названием «Не вижу разницы». Мозг не замечает изменений, которые считает несущественными, но насколько мы слепы на самом деле. Чтобы это выяснить, мы решились на эксперимент в салоне мотоциклов. Мэтт выступит в роли обычного продавца, но, общаясь с клиентами, он изменит внешность несколько раз. Заметят ли они разницу, если сначала Мэтт будет выглядеть так, так, а потом вот так? За экспериментом будут следить наши скрытые камеры. Звук в порядке? Да, нормально. Мэтт подходит к первому участнику теста. Извините. Со стороны это обычный диалог клиента и пострадавшего в недавней аварии продавца, который просит принять участие в опросе. Вы раньше были в салоне мотоциклов? Обратите внимание на внешний вид Мэтта. Шейный корсет, повязка на глазу и кепка. Пока мы отвлекаем клиента, Мэтт меняет внешность. Кризис среднего возраста. Мы проводим опрос среди клиентов, чтобы понять, какие мотоциклы предпочитают наши покупатели. Как долго они уже водят? Вы не против принять участие в нашем исследовании? Конечно. Невероятно. Мэтт снял свой шейный корсет. Он больше не жертвовал аварии, а клиент этого даже не заметил. Оставьте ваше имя, телефон и электронную почту. Как только клиент отвлекается еще раз, Мэтт опять меняет свой вид. Хорошо, можете не торопиться. Он меняет повязку с одного глаза на другой. Клиент даже ухом не ведет. Да, конечно, да. Он не удивлен, не озадачен, не поставлен в тупик. Повторим еще раз. Понятно. Да, может в субботу вы работаете здесь? Нет. Извините. Ничего. Что-то еще? Вот здесь напишите, когда вы начали водить. Если вас интересует Веспа, здесь их целый отдел. Вон там. Вы хотите купить новый? Если вам нужно что-то побольше, в той секции есть другие модели. Вообще-то меня интересуют большие мотоциклы, даже не знаю. Посмотрите. Простите, этот джентльмен, я работаю тут. Веспы вы можете найти там. Хорошо, спасибо. Спасибо. Да, этот парень не заметил бы, даже если его девушка съехала бы с квартиры. Большое вам спасибо. Не за что. Я еще хотел спросить. Вы не обратили внимание, что во время нашей беседы мой внешний вид изменился? Ну да, что-то поменялось. Вы помните, что вначале на мне была кепка? Точно. А куда вы ее дели? А еще помните, у меня был шейный корсет и накладка на руку. А что вы с ними сделали? И повязка на глазу. Теперь вы заметили? Теперь да. Это реакция любого мозга. Вы не один такой. У всех такой мозг? Почти у всех. Хорошо. Если бы я был один такой, я бы начал переживать. Вначале наш актер выглядел так. А через 10 минут уже вот так. Вы работаете здесь? Нет. Вы заметили, что я снял кепку? Нет. Вы не заметили, что во мне что-то изменилось? Да нет. Ничего? Нет. Я не заметил, как вы это сделали. Странно, что я не обратил на это внимание. Совсем? Ты особо не обращаешь внимания на детали и не ожидаешь, что что-то может измениться. Верно. Вам даже в голову не приходит, что ни с того ни с сего что-то может поменяться. Но все вокруг меняется. Мозг сыграл одну и ту же шутку со всеми участниками. Почему же мозг принимает решение игнорировать те или иные вещи? Каждую секунду мы фиксируем взглядом от 30 до 40 объектов. Если бы мозг обрабатывал всю информацию, он бы взорвался. Мозг фильтрует информацию в зависимости от степени ее важности в каждой ситуации. В нашем случае изменения во внешности не являются приоритетными. У меня был шейный корсет. Да, больше его нет. Нет, нам не была кепка. Я много раз менял повязку на глазах. Я снял накладку с руки. Вы заметили, что она была? Мы не упомянули еще одну вещь. В каждом эксперименте Мэтт менял черную футболку на красную. Никто из испытуемых этого не заметил. А вы? Нет, пока вы не обратили на это внимание. Понятно. Не буду врать, я ничего не заметил. Игнорирование перемен только лишь подтверждает наличие пробелов в человеческом восприятии. Все произошло, как я и ожидал. Удивительно, что покупатели ничего не заметили. Наш мозг фокусируется только на том, что считает важным и отсеивает ненужное. На самом деле, выборочное восприятие – полезная вещь. Что? Да. Которое спасает нас от безумия. Вы серьезно? Провал. Напротив. Вы прошли тест отлично. Я так не считаю. Далее мы покажем, насколько слепы бывают люди. Наверное, вы рассчитывали, что я его замечу. Вы можете не любить клоунов, но если бы клоун прошел мимо вас, вы бы его заметили? И что же все-таки определяет вкус? На вид это вишневое желе, но на самом деле оно лимонное. Ваш язык или глаза – это вишневое желе. Игры разума. Игры разума. Иногда наше восприятие упускает незначительные детали. Но нельзя не заметить что-то значимое, верно? Что-то, что явно не вписывается в контекст окружения. Или же... Объем воспринимаемой информации не безграничен. А если нас еще что-то отвлекает, то способность ее восприятия сокращается в разы. В нашем следующем эксперименте мы разместили скрытые камеры по периметру студенческого кампуса. Сможет ли наш мозг воспринять информацию о том, что не вписывается в ряд повседневной жизни? Знакомьтесь, клоун Бобо. На первый взгляд его нельзя не заметить, но приглядитесь. Есть масса людей, как будто не видящих его. Кто они? Люди, говорящие по телефону. Но почему? Нейробиолог Марк Чингизи попытается доказать, что разговор по мобильному значительно сужает наше восприятие. Мы собираемся протестировать то, что я называю слепым невниманием. Слепое невнимание – это когда люди не замечают очевидных вещей вокруг, из-за того, что они полностью сконцентрированы на каком-то одном процессе. Вопрос в том, насколько разговор по телефону сужает зрительное восприятие и лишает способности увидеть даже такого заметного персонажа, как клоун, на одноколесном велосипеде. Чтобы это узнать, мы будем наблюдать за Бобо. Он проехал мимо этой женщины, но она не обратила на него никакого внимания. Так же, как и это. Он почти заигрывает с ними. Может, они его не видят? А этот парень, кажется, не заметил бы и космического корабля в своей ванной. Как можно не обратить внимание на то, что так явно не вписывается в окружающую действительность? Для наглядности восприятие можно представить в виде светового пятна, охватывающего события вокруг вас. Когда вы разговариваете по телефону, кажется, что занят только ваш слух. Но на самом деле все ваше восприятие фиксируется на текущем диалоге, и вы не способны не только слышать, но и видеть происходящее вокруг вас. Еще один тест. Дадим нашим испытуемым еще один шанс заметить Бобо. Вот идет неглупый на вид молодой человек, разговаривающий по телефону. Пошлем к нему клоуна. Бобо проехал всего в 20 метрах от него, прямо в поле его зрения. У объекта масса времени его разглядеть. Но заметил ли он Бобо? Нет. Вы не заметили ничего необычного? Да нет. Может быть, клоуна? Да я не заметил никакого клоуна. Разрешите представить вам Джастина. Джастин? Здравствуйте. Привет. Простите, я вас не заметил. Ничего бывает. Давайте-ка проверим вот этого парня с телефоном в голубой рубашке. Заметит ли он Бобо? Бобо проезжает мимо один раз. Второй. Три раза. Четвертый раз. И опять ничего. Даже когда мистер голубая рубашка сидит на ступенях, Бобо остается для него невидимым. Вот вам и пример слепого невнимания. Наверное, я должен был обратить внимание? Да. Если бы я не говорил по телефону, я бы, конечно, был бы более внимателен. Но бьюсь я бы за клад. Если бы мимо прошла хорошенькая девушка, я бы ее заметил. Проведем еще один эксперимент. На первый взгляд, покажется странным, что ваше зрительное восприятие окружающего снижается. Ведь ваши глаза не заняты человеком на другом конце трубки. На самом деле, это свойственно всем людям без исключения. Мы концентрируемся на том, что занимает наш мозг в данный момент. А тем временем, из нашего восприятия выпадает даже то, что находится в поле нашего зрения. То есть, когда ваш мозг занят, ваше восприятие мира заметно сокращается. То, что происходило на территории кампуса, было для нас всего лишь игрой. Но что на самом деле за ней стоит? По данным Национального совета по технике безопасности, разговаривать за рулем по телефону так же опасно, как и везти машину пьяным. Около 25% всех аварий происходят с участием водителей, разговаривающих по телефону. Итак, мы доказали, что когда вы пользуетесь сотовым, вы теряете контроль над своим восприятием. А если не вы, а кто-то рядом разговаривает по телефону? Может быть, грузовик? Он опаздывает. А если красный? Обратите внимание, вы слышите одновременно два диалога. Хочешь поехать завтра к океану, чтобы посмотреть грузовики? И тут выключился свет как раз на середине представления. Я думала, мы посмотрим еще минивены. Да, конечно, мы можем посмотреть. Вот отлично. Но я хочу красный. Нет. Нет, нет. Какой из двух разговоров привлек больше внимания? Диалог пары или мужчины, говорящего по телефону? 95% тестируемых сказали, что мужчины. Давайте выясним, почему. На первый взгляд, логичнее было бы слушать пару, потому что вы слышите диалог целиком. Какой смысл тратить время на человека, говорящего по-мобильному? Многие согласятся, что разговоры по телефону могут раздражать, но мало кто знает, что на самом деле происходит в этот момент в нашем мозге. Муж и жена, ученые Стивен Мэкник и Сюзанна Мартинес-Канде из Неврологического института Барроу, Аризона, специализируются на такой функции мозга, как внимание. Они выяснили, что разговоры по телефону блокируют восприятие действительности, но сейчас они хотят узнать, как меняется восприятие, если по телефону говорит кто-то рядом. Сегодня мы проведем эксперимент, определяющий взаимосвязь между восприятием и вниманием. Наши ученые пригласили людей в мебельный магазин, якобы для того, чтобы протестировать новые продукты, а мы пригласили туда же наших актеров. Первый этап прост. Нужно собрать небольшой стул в абсолютной тишине, без помех со стороны. Все испытуемые справляются с заданием примерно за одно и то же время, не превышающее десяти минут. Мы вводим первую помеху. Обычный разговор двух людей. Может, чуть громче среднего, но ничего интересного. Я бы не отказался сейчас от бутерброда. Да, я бы тоже. Ужасно хочется сэндвич с цельнозерновым хлебом. Цельнозерновым? Да, правда? Ну да, у меня уже слюнки текут. С пробками на дорогах сейчас просто беда. Ужасно. Он закончил даже на 20 секунд раньше своего первоначального времени. Впрочем, как и другие испытуемые. Кажется, диалог этой пары никому не помешал. А теперь одна из наших актрис будет делать вид, что она разговаривает по телефону. Ее болтовня будет не громче, чем разговор пары. Да не может быть. Минут 45 или даже час. Кошмар. Я не преувеличиваю. Я говорю абсолютно серьезно. При телефонном разговоре вы можете слышать только одну часть диалога. То есть вместо целого диалога вы слышите полудиалог. Нет, 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 нет. Это первая часть эксперимента, который мы назвали полудиалог. Вместо живого разговора вы услышите разговор по телефону, а значит только одного из участников диалога. Полудиалог так сильно нас отвлекает, потому что мозг волей-неволей старается восполнить ту информацию, которую мы не слышим. В живом диалоге мы слышим обоих его участников. Мы четко понимаем, о чем идет речь, но в полудиалоге наш мозг автоматически старается восполнить пробелы информационного потока. Ей нужно, чтобы народу было больше. Да нет, я одна. Я ждала Боба, но потом... Кажется, наш полудиалог очень сильно отвлекает этого парня. Я собралась идти, а он тотчас последовал за мной. Наш испытуемый отвлекается на актрису. Он не раз бросал взгляды в ее сторону, пока она разговаривала. Кажется, девушка начинает его раздражать. Боже, почему вообще он этим занимается? Этот телефонный разговор явно ему мешает, а время выполнения работы увеличилось на две минуты. Это никого не раздражает. Я постоянно думал, насколько нужно быть эгоистичной, чтобы бесконечно говорить по телефону в присутствии двух других людей. Когда она спросила, и что он зашел, мне хотелось ответить, да, конечно, конечно, зашел. Говорю же, я точно знаю, что же происходит в этом случае. Наш мозг начинает сильно отвлекаться, и у некоторых испытуемых время почти удвоилось. Это наша последняя испытуемая. В нормальной обстановке она справилась за то же время, что и все. Нет, нет, я вчера была у Фернов. Девушка так и продолжает разговаривать. Ее бесконечные бла-бла-бла-бла-бла-бла явно действуют на нервы. Вот именно. Для нее это очень хорошо. У меня есть дела и поважнее, чем эти. Неожиданно сборка стула оказывается таким же сложным занятием, как и строительство пирамид. Через 10 минут стул вообще еще разобран. Испытуемое кривит лицо. У нее в голове явно полно всяких мыслей. Вот, обратите внимание, как она посмотрела на актрису. Она ее явно раздражает. В ее взгляде явно читалось неодобрение. Ну, я имею в виду... После. Прошло уже 17 минут. Стул не собран. Я обратила внимание, что вы пару раз посмотрели в ее сторону. О чем вы думали? Я подумала, что диалог очень уж язвительный, что нужно сконцентрироваться на работе. Ей изо всех сил пыталась не обращать на нее внимания и сконцентрироваться на сборке стула. Но для ее мозга не обращать внимания на полудиалог оказалось непосильным испытанием. Для того, чтобы понять его смысл, было недостаточно информации. Просто с ума сойти. Мы протестировали то, что мы не видим. Далее мы собираемся протестировать то, что мы видим. А именно, как женщина, выглядящая сначала так, а потом вот так, будет пользоваться совершенно разным вниманием. Вы можете получить все, что захотите. А далее дешевое вино взлетает в цене, становясь пьянящей перспективной маркой. Очень вкусно! Игры разума. Игры разума. А ваш мозг готов немного поработать? Задание будет простым. Думать не придется. Сконцентрируйте ваш взгляд на точке посередине. Потом мы обесцветим изображение. Не отрывайте взгляда. Смотрите внимательно. Когда изображение стало черно-белым, вы продолжали видеть его в цвете? Это потому, что мозгу понадобилось время, чтобы адаптироваться к изменениям. Когда в окружающей действительности что-то меняется, восприятие начинает перестраиваться. Если это происходит с запозданием, мозг продолжает посылать старые сигналы. Вокруг нас существует много сигналов, которые определяют наше восприятие. Но ничто не влияет на него так сильно, как цвет. Цвет есть повсюду. Около 50% нашего мозга вовлечено в обработку зрительных образов. Следовательно, зрительное восприятие одно из самых важных, если не самое важное, тоже относится к цвету. Сегодня нейробиолог Марк Чингизи проверит, как цвет влияет на наше решение. Здравствуйте, Марк. Рад встрече. Знаете, какой цвет вызывает самые ярко выраженные реакции? Красный. В отличие от других млекопитающих, человек обладает способностью видеть красный цвет. Это происходит из-за насыщения крови кислородом в различных вариациях. У человека есть способность различать красный цвет. Так красная кожа во время драки служит явным признаком насыщения крови кислородом и показывает вашу силу. Во время Олимпийских игр 2004 года ученые изучали боевые виды спорта, такие как борьба и тэквондо. Примечательно, что в 80% побеждали атлеты в красных костюмах. Совпадение? Ваш мозг так не думает. Чтобы протестировать, как наш мозг реагирует на цвет и как цвет влияет на восприятие, мы пригласили в спортивный зал нескольких испытуемых и задали им вопрос, с кем из двух боксеров они бы сразились? С боксером в красной форме или в синей? А кого бы выбрали вы? Красные шорты, красные перчатки и красный шлем будут считаться явным сигналом, что боксер силен и готов к бою. Если бы вам нужно было выбрать, с кем вы охотнее сразились? С боксером в синем. Он выглядит не таким сильным и меньше похож на настоящего боксера. Я бы выбрал парня слева. Я бы однозначно выбрал парня в синем. Если меня кто-то должен побить, то мне бы хотелось, чтобы это было не так больно. Ответ был одним и тем же. Все выбирали боксера в синем. А с кем бы вы охотнее сразились, от кого бы убежали? Все, о чем я вам говорил, скорее всего, происходит на уровне бессознательного. То есть мы сами можем не осознавать причины, но тем не менее, факт есть факт. Разные цвета по-разному влияют на наше восприятие, даже если мы этого не понимаем. Красный цвет – сильный сигнал, ассоциирующийся с силой и жизненной энергией. Но у него есть и другая ассоциация – сексуальность. То есть он обладает одинаковой силой как привлекать, так и запугивать. Не верите? Проверим это с помощью наших скрытых камер. Мы наняли актрису, которая будет прогуливаться по людной улице. Интересно, сколько мужчин обратят на нее внимание. Вначале на ней будет белое платье. Посмотрим внимание, скольких мужчин она привлечет. Прошло уже 10 минут, а на нее никто так и не взглянул. Она просто часть толпы. 20 минут, и вот первый результат. Через полчаса можно смело сделать вывод, что все внимание заключалось в нескольких пристальных взглядах. Это не то, что мы хотели. Теперь актриса переодевается во второе платье. Единственное его отличие от первого – цвет. Теперь платье красное. Привлечет ли это больше мужского внимания? Как показывает практика, первый поворот головы последовал незамедлительно. А за ним еще один. И еще! И еще! Только посмотрите на этого парня. Один единственный взгляд, и он почти свернул себе шею. Давайте вспомним, что эта же девушка на той же улице, в том же платье, но ее воспринимают как совершенно другого человека. За то же самое время она получила как минимум в три раза больше восхищенных взглядов. Вы скажете, что все логично, ведь красный – более яркий и заметный цвет. И это правда. Красный цвет привлекает внимание, но суть его воздействия на мозг гораздо глубже. Недавние исследования, опубликованные в журнале «Экспериментальная социальная психология», выявили, что, по мнению мужчин, женщины в красном более открыты сексуальным контактом. И речь идет не обязательно о красном нижнем белье. Это может быть обычной футболка. Если она красная, эффект будет аналогичным. Но почему красный цвет так сильно влияет на наше восприятие? Ответ кроется в пятой точке бабуина. Да-да, все уходит корнями к нашим предкам – обезьянкам. Кожа самок во время сезона спаривания краснеет, и этот сигнал остался в нашем подсознании до сегодняшнего дня. Итак, мы выяснили, что мужчина активно реагирует на красный цвет. Но вызовет ли он у них также большее желание помочь? Начнем цветовую игру. Наша актриса вернулась на ту же улицу в белом платье. Сейчас она попытается попросить у случайного мужчины доллар. Удовлетворят ли мужчины денежную просьбу женщины в белом платье? Здравствуйте. Привет. Простите, не будет доллара. Извините, у меня нет мелочи. Ладно, спасибо. Извините, а у вас нет доллара? Простите, знаете, нет с собой. Простите, у вас не найдется доллара. У вас не будет доллара. Простите, нет. У вас не будет доллара. Нет, извините. Кажется, у мужчин нет времени на женщину в белом. Они не готовы уделить ей даже минуту. Простите, у вас есть доллар? Тест показал, что из 50 мужчин только 8 поделились долларом. Теперь давайте поменяем белый цвет невинности на соблазнительный красный. Простите, у вас есть доллар? Доллар? Да, я хотела купить бутылку воды, но оставила кошелек в офисе. Как только актриса переоделась в красное платье, для нее открылся новый мир. Простите, у вас есть доллар? Есть ли у меня доллар? Да. Конечно. Я хотела купить бутылку воды, но оставила кошелек в офисе. Как я могу отказать такой женщине? Большое вам спасибо. Да не за что. Вообще-то можно даже 2 доллара или 2,5. Два. Кто-то готов предложить ей даже больше, чем она просит. Спасибо. Пожалуйста. Простите, у вас есть доллар? Да. Большое вам спасибо. Я вам очень благодарна. Тут даже больше, чем доллар. Спасибо. Десятками? Конечно, я дам вам доллар. Здорово, спасибо. Да, пожалуйста, без проблем. Спасибо. Простите. Чем могу помочь? У вас есть доллар? Что, простите? Доллар есть? Доллар? Да. Конечно. Я хотела купить воды, но оставила кошелек в офисе. У вас очень красивое платье. Спасибо. Можно получше его рассмотреть. Вы хотите, чтобы я покрутилась? Этот мужчина не просто дал ей денег. Он попросил ее показать платье. Из 50 прохожих 38 поделились деньгами с нашей актрисой. Спасибо. Не за что. Спасибо. Пожалуйста. Хорошего дня. Только задумайтесь. Если красный цвет обладает такой силой и оказывает такое влияние на наше восприятие, на что еще мужчины будут готовы пойти? Простите. Вон там через дорогу моя подруга Сью, а у меня как назло сел голос. Не могли бы вы ее окликнуть? Она... Она стоит спиной в платье, в горошек. В горошек? Да. Сью! Просто крикните. Сью! Сью! Сью Стивенс! Сью Стивенс! У вас так хорошо получается кричать? Сью Стивенс! Сью Стивенс! Сью Стивенс! Очень здорово. Эти мужчины не боятся стать посмешищем ради девушки в красном. А смогут ли они сыграть роль рыцаря? Простите, мне нужно перейти через дорогу, но я потянула лодыжку. Не могли бы вы меня перевести на другую сторону? Наша актриса притворилась, что потянула лодыжку и просит мужчину перевести ее через дорогу. Так? Может вас понести? А вы сможете? Конечно. Точно, точно. Ну ладно. Большое вам спасибо. Спасибо. Нет проблем. Мне это в удовольствие. Опыт жизни в Нью-Йорке. О, да. Когда еще удастся спасти принцессу? Большое спасибо. Вот сюда. Его мамочка гордилась бы им. Как вас зовут? Лорен. Привет, Лорен. Взов красного цвета заставит его совершать невероятные поступки. А вы не могли бы меня понести? А почему бы и нет? Мне кажется, так будет проще. Ну, конечно, без проблем. Рыбка, вернее, все наши мужчины, клюнули на эту удочку. Наша девушка получила деньги, заставила кричать дюжину мужчин, и как принцесса была перенесена на руках на другую сторону улицы. Вот вам и сила красного цвета. Очень мило. Спасибо. Пожалуйста. Шипящий стейк только что с гриля с хрустящей картошкой фри. Голодный? А сейчас? Ну же, угощайтесь. Наш следующий эксперимент основан на исследованиях журнала по маркетингу, подтверждающих глубокую эволюционную зависимость между едой и ее цветом. Испытуемые обедали в специально освещенной комнате. Когда освещение меняло цвет картофеля на зеленый, а бифштекса на синий, их аппетит пропадал. Означает ли изменение знакомого цвета еды то, что вместе с этим меняются и наши вкусовые ощущения? Мы едим вначале глазами, потому что если что-то выглядит хорошо, то шансов, что это понравится на вкус, гораздо больше. Брайан Лонсинг преподает в университете Корнелл и изучает зрительное восприятие еды. Наш вкус очень субъективен. По существу мы ощущаем тот вкус, который мы думаем будет иметь еда. При этом вкус определяют не только вкусовые рецепторы и запах, сколько наш мозг. В нашем мозге есть четкий набор характеристик того, что мы считаем вкусным, и именно эти характеристики мы будем искать в виде. Предлагая попробовать обычную пищу, на которой мы все выросли, Лонсинг попытается доказать, что вкус пищи будет зависеть от того, как она выглядит. Мы пригласили нескольких испытуемых поучаствовать в этом эксперименте. Присаживайтесь, спасибо. Мы полагаем, что цвет предложенной пищи должен обмануть их вкусовое восприятие. Для начала мы предложим нашим участникам попробовать желе. Вот здесь у нас красное желе, которое хоть и выглядит как клубничное или вишневое, на самом деле лимонное. Мы предполагаем, что красный цвет будет вызывать у испытуемых ассоциации с вишней или клубникой и заставит их почувствовать на вкус то, что они ожидают почувствовать. Видя красный цвет желе, наши испытуемые будут ожидать, что оно имеет ягодный вкус. Как они отреагируют на то, что их вкусовые рецепторы почувствуют вкус лимона? Что это по-вашему на вкус? Что-то сладкое, похоже на вишню. Оно ведь не арбузное? Вишневое? Какое оно на вкус по-вашему? По-моему, ягодное, может, вишневое. Вкус определили глаза, а языковые рецепторы провалили тест. Вне зависимости от реального наполнителя, все испытуемые были уверены, что желе вишневое или ягодное. Почему? Вот вам пища для размышления. Наши вкусовые ощущения определяются зрительной частью коры головного мозга, в его затылочных долях. Именно в этой области располагаются зрительные и цветовые рецепторы, эволюционно вовлеченные в распознание вкуса. Причина этому – выживание. Цвет говорит нам о том, насколько еда спелая, прогорклая, полезная или вредная. То есть мы едим только то, что распознает и одобряет зрительная часть коры мозга. Давайте посмотрим, как эти механизмы работают на практике, превратив привычный нам напиток в нечто похожее на слив из канализации. Возьмем два стакана. Оба они наполнены обычным молоком. Разница только в том, что в один стакан мы добавили пищевой краситель. Молоко стало зеленым. По вкусу оно ничем не отличается. Но выглядит, как коктейль на День Святого Патрика. Как отреагируют наши гости? Это не совсем то, что я представлял. Обычное молоко. Серьезно? Что это? Молоко! Вы уверены, что это молоко не из-под курицы? Что это? Оно настоящее? По вкусу не так уж и плохо, но я бы больше не стал его пить. Неплохо, только на молоко это определенно не похоже. Такое молоко мог бы предложить мне инопланетянин, но я бы отказался, ответив, что уже позавтракал. Вначале никто из испытуемых не согласился попробовать этот продукт, хотя Брайан уверял, что это было обычное молоко. Обещаю, это не опасно. Наконец он убедил их попробовать. Попробовать? Опрокинем стаканчик. Обещаю, вы не умрете. По вкусу это молоко, но из-за цвета мне все равно неприятно его пить. Оно какое-то не такое. Это молоко не лезет в горло, его хочется выплюнуть. У него какой-то послевкусие. Что еще раз доказывает, что мы пробуем пищу на вкус глазами. Портящиеся продукты меняют свой внешний вид, поэтому то, как пища выглядит и определяет, понравится ли нам она или нет. Этот эксперимент заставил нас задуматься, если человек может поменять отношение к еде из-за ее вида, насколько сильно мы можем манипулировать человеческими пристрастиями. Другими словами, можно ли продать бутылку красного вина в качестве элитного, если изменить дизайн упаковки? Очень вкусное. И далее. Почему вы постоянно волнуетесь? Вы чем-то обеспокоены? Скрытые камеры показывают, как язык тела раскрывает наши сокровенные секреты. Игры разума. Игры разума. Вы приходите поужинать и вам дают два меню. Скажите мне, что вы закажете? Крокеты с хамоном или палочки с сыром и ветчиной? Североатлантическую треску или рыбное филе? Вы уже узнали, как сильно на нас влияет цвет. Но то, как представлена еда, тоже важно. Изучение меню кафе на протяжении шести недель показало, что марочные продукты увеличивают выручку и играют определяющие значения в оценке качества пищи. Работу нашего мозга, однако, изучают не только рестораторы. Рекламные и маркетинговые агентства научились мастерски манипулировать нашим восприятием. Маркетинг играет ведущую роль в нашем вкусовом выборе. То, какой текст и цвета маркетологи наносят на упаковки, заставляют нас верить, что именно этот продукт будет лучше и вкуснее, чем продукт конкурентов. При всем многообразии выбора, как часто вы выбираете бутылку вина только потому, что вам нравится этикетка? Правда ли, что вино оказывалось вкуснее, если на бутылке была красивая этикетка? Конечно, правда. И чтобы показать преобладание зрительного восприятия, мы пригласили испытуемых на дегустацию вина. Результаты оказались интересными. Для эксперимента эксперт по еде Брайан Уонсинг создал два винных лейбла. Первое вино под маркой Реттус Выглядит дешево. Второе дорого и имеет изощренное французское название. В обе бутылки будет налито одно и то же вино. Более того, открою вам страшный секрет. Это самое дешевое вино из коробки. Давайте посмотрим, что будет, когда Уонсинг попросит людей продегустировать два якобы разных вина. Это бутылка Реттус 2009 года. Хорошо. Не забываем, что этикетка просто кричит Я дешевая и невкусная. Оно горчит. К этому парню мы вернемся через минуту. Какую максимальную цену вы готовы заплатить за такое вино? За бутылку Реттус? Да. Если честно, не больше 10 долларов. Оно совсем безвкусное, как будто бы выдохшееся. Мне не нравится. Как мы и ожидали, все испытуемые пришли к заключению, что Реттус дешевое вино. Мы определили базу их вкусовых ощущений и теперь дадим испытуемым продегустировать якобы элитное вино, выращенное на французском винограднике. Как вы помните, это то же самое вино, что и в бутылке под маркой Реттус. И что на самом деле оно из коробки. Это шато Денаполеон? Оно из Бургундии? Приступим. Оно гораздо лучше на вкус. Опишите его. Очень мягкое, но одновременно выдержанное и благородное. Можно сказать, его выращивали с заботой. Да, мне очень нравится. Он использует для оценки все описания, когда-то услышанные им по телевизору. Немного плотное, но с хорошим послевкусием. Особенно, если сравнивать с первым. Это вино самое лучшее из всех. Сравните его с первым. Это намного мягче, в нем не так чувствуется алкоголь. Благодаря правильно подобранной этикетке, вино из коробки стало объектом восхищения этого парня. Боже мой, какое оно вкусное! Как бы вы его описали? Это лучшее из всего, что я пробовал. Что и требовалось доказать. Все решили, что фальшивое французское вино было вкуснее. Не потому, что оно и правда было лучше на вкус, а потому, что его этикетка выглядела привлекательнее. Теперь давайте узнаем реакцию и спытуем их на правду. Вообще-то, это одно и то же вино, разлитое в разные бутылки. Да ладно! Да, дешевое вино. Этого не может быть. Второе вино было исключительным, а первое ужасным. Боже мой! Так и есть! Она стоит 3,99 за бутылку. Это то же самое вино из коробки. Да, разлитые в бутылки с разными этикетками. Как вы думаете, почему обертка вас обманула? Наверное, потому что этикетка на второй бутылке выглядит дороже. Вот я и подумал, что на вкус она тоже должна быть лучше. Что вы подумали об этом парне? Неплохой кандидат в женихе для дочери? Взгляните еще раз. Вам нужна была всего лишь доля секунды, чтобы воспринять информацию и выделить основной смысл. Но иногда мы ошибаемся. И ваша дочь наверняка это подтвердит. Ваш мозг запрограммирован так же, как и миллион лет назад. Он контролирует все ваши невербальные позы и жесты. Теперь мы знаем, что человеку нужно 10-12 секунд, чтобы сформировать первое впечатление. Знакомьтесь, Джо Наварро, ведущий мировой эксперт в том, как сделать заключение человеке правильно, интерпретировав язык его тела. Вокруг нас всегда очень много информации. Мы просто не обращаем на многое внимания. Наша манера одеваться, наше поведение, наша походка, жесты, все это определяется и контролируется нашим мозгом. Мы с Наварро отправляемся в ресторан, чтобы изучить, как по жестам можно сделать заключение об эмоциональном состоянии человека. Осознаете вы это или нет? Наши скрытые камеры включены, и Джо выбирает двух мужчин из зала. Если вы посмотрите на его руки, язык тела этого мужчины говорит о том, что у него стресс. Вот этот джентльмен как будто пытается успокоиться. Он делает взмахи руками, постоянно дергает свое кольцо и дотрагивается до пальцев. Но пока Джо пытается выяснить причину стресса этого мужчины, он обращает внимание еще на один жест. Он сделал широкий взмах руками. Обычно так поступают люди, на плечах которых лежит большой груз ответственности, либо же они так считают. Может ли этот комок нервов и вправду быть в ответе за кого-то? Джо изучает человека. Почему вы так волнуетесь? Что является причиной? Для этого есть причины. У меня как раз сейчас перевыборы. Значит, вы политик? Да, я мэр. Понятно. Итак, этот человек-мэр. И, конечно же, на нем большой груз ответственности. Теперь понятно, почему он находится в стрессовом состоянии. Джо оказался абсолютно прав. Посмотрим, что он сможет сказать о паре за другим столом. Эти женщины спокойно обедают. Они едва перекидываются парой слов друг с другом. Джо утверждает, что любители дали бы неверную оценку их отношения. Обратите внимание, они обе ведут себя очень расслабленно. На первый взгляд, они не особенно разговорчивы. Но знаете что? Именно в кругу близких людей нам комфортнее всего молчать. Что мы и делаем? Проверим, прав ли Джо. Давайте узнаем ответ. Мы работаем вместе. И вместе воспитываем наших детей. Да, мальчиков. И вместе занимаемся спортом. Да, да. Вы почти как семья, верно? Итак, Джо прав. Ваш мозг выдает вашу личную информацию, заставляя тело совершать определенные жесты. А от такого эксперта, как Джо, скрыть ничего не удастся. Мы всегда реагируем на мир тем или иным образом. И часть нашего мозга, лимбическая система, управляет этой реакцией автоматически. Мы даже не задумываемся об этом. Сможете ли вы определить, что происходит вот у этой пары? Привет. Здравствуйте. Мы встречаемся уже два с половиной года. Вас что-то напрягает в окружающей обстановке? Вы как будто напряжены. Тут очень тихо, как-то непривычно. Странно? Ну да. Вы вначале оглядывались вокруг и делали успокоительные жесты, а потом перешли на душевный диалог. Я это заметил. Они не особо касались друг друга, не прихорашивались, но такое часто бывает с парами, которые вместе достаточно долгое время. Это очень любопытно. Да. Ваш мозг постоянно работает, пытаясь понять мир, даже если его постоянно отвлекают и манипулируют им. Поэтому вы не всегда замечаете, как мужчина меняет свой внешний вид прямо у вас на глазах. Или вдруг решаетесь перенести женщину в красном на руках через дорогу. Или не видите клоуна на велосипеде у себя под носом. Может быть, вы и расстроитесь, узнав, что не заметили Бобу, но не умрете от этого. А это все, о чем заботится ваш мозг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова